Добрый день, уважаемые коллеги. Но, наверное, я бы начала свой доклад с того, что мы знаем, что боль у онкологического пациента кардинально меняет его жизнь. И, наверное, в практике каждого из нас есть такие случаи, когда мы увидим пациента на консилиуме с выраженным болевым синдромом. Достаточно часто пациента привозят в нежачьи каталки. Мы должны оценить статус ЭКОК, оцениваем его как ЭКОК-4. Встает вопрос о возможности проведения противоопухоли лекарственной терапии. И рука не поднимается отказать пациенту в лекарственном лечении. И мы назначаем адекватную обезболивающую терапию. Через 7-10 дней перед нами совершенно другой человек. Частота болевой синдрома у курабельных пациентов во время противоопухоли лекарственной терапии по данным различных исследований составляет до 55%. При этом распространенность боли средней и тяжелой степени до 32%. Этот процент значительно возрастает у пациентов с метастатическим и распространенным опухолевым процессом. И составляет 66%. Причем у каждого второго пациента это боль средней и тяжелой степени. Более выраженный болевой синдром чаще встречается при таких нозологических формах, как рак молочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак поджелудочной железы, рак пищевода. Очень часто болевой синдром встречается при опухолях головы и шеи и мочевыделительной репродуктивной системе. Мы знаем, что существует несколько этиологических факторов развития болевого синдрома. Одним из которых является сама опухоль и ее распространение. И мы зачастую видим, что пациенты с раком молочной железы, с раком предстательной железы, раком легких и почек имеют метастатическое поражение костей, которые являются у пациентов фактором боли, которые резко ухудшают качество жизни онкологических больных и негативно сказываются на продолжительности жизни и его качества. Какие проблемы встают перед специалистами? Трое из четырех онкологов и врачей палиативной помощи считают, что они неадекватно оценивают боль и боль в реакцию пациентов. Около 50% врачей обеспокоены юридическими вопросами, связанными с назначениями наркотических анальгетиков. И трое из четырех врачей считают, что применение опиоидов ассоциировано с развитием нежелательных явлений, таких как зависимость к препаратам. Я не буду останавливаться подробно на числовой рейтинговой шкале. Это цифровой аналог, визуально-аналоговой шкалы. Мы все с вами с ней работаем, а мы знаем, что она градируется от 0 до 10, боли нет и боль невыносима. И каждый из нас, и наши пациенты, в принципе, достаточно хорошо с ней справляются. Если мы коснемся практических рекомендаций русско, то в лечении более умеренной интенсивности в первой линии, или основным препаратом, который на сегодняшний день у нас считается, это тромодол. Это слабый опиоид, который применяется у наших онкологических больных. Также на сегодняшний день в практических рекомендациях русско уже прописан отечественный препарат Тафалги. Либо у пациентов с умеренной болью мы можем использовать малые дозы сильных наркотических анальгетиков. Это такие, как морфин, фентанил, топентадол и другие. Но если мы коснемся лечения сильной боли, то основным препаратом в терапии у нас являются морфин и другие наркотические анальгетики. Большей частью в Российской Федерации это действительно используется морфин, оксикодон. Но и очень часто на сегодняшний день уже используется трансдермальная система с фентанилом. Большой интерес за последние два года вызвал препарат Тафалгин, который стали использовать и у пациентов с сильным болевым синдромом. Ну и очень важным вопросом в лечении боли сильной интенсивности, конечно, является терапия прорыва боли. Это, как правило, морфин с формами немедленного высвобождения. Ну и я еще не сказала о том, что обязательно необходимо оценивать невропатический компонент боли, потому что дополнительное включение адювантов, коанальгетиков в лечении болевого синдрома умеренной и сильной интенсивности очень важно. Ну и я остановлюсь на новом в практике лечения боли. Это новая пептидная анальгетика, именно Тафалгин. Это тоже отечественный наш препарат. Это уникальный класс фармацевтических соединений, которые являются внутренними сигнальными молекулами для многих физиологических функций и открывают возможности для терапевтического вмешательства, которые имитируют естественно-регуляторные механизмы. Какая особенность этого препарата? Это высокоспецифичный организм неоопиоидных рецепторов. Практически не взаимодействует с остальными опиоидными рецепторами. Взаимодействует как с периферическими, так и с центральными рецепторами. Однако преимущественно действует на спинальном уровне. Он активирует антиноцецептивную систему, нарушает межнейронную болевую передачу на различных уровнях ЦНС и изменяет интенсивность восприятия боли воздействия на высшие отделы головного мозга. Результаты второй фазы клинических исследований. Препарат контролировал выраженность болевых ощущений так же хорошо, как и морфин. Не потребовалось частоты увеличения дозы препарата и смена терапии на наркотические аналегетики и переход пациентов в группу морфина. И эквианалегетический потенциал тафалгина по отношению к морфину был один к трём. Но тафалгин появился на рынке. Был зарегистрирован 19.07.2022 года. Мы все помним РОК, российский онкологический конгресс того года, когда был презентован этот препарат с таким большим аншлагом. Ну и показания, при которых может применяться данный препарат, это, конечно же, лечение пациентов с выраженной умеренной болью, в том числе при злокачественном образовании у пациентов с длительным прогнозом жизни, чтобы избежать физического и психологического привыкания. Также при неэффективности непереносимости НПВС у пациентов с орофасциальной болью, которые не могут принимать пероральные анальгетики, у нас был небольшой опыт применения этого препарата. В реальной клинической практике именно для пациентов с опухолями головы и шеи мы отметили хороший обезболивающий эффект. В случаях, когда невозможно применение трансдермальных систем и при плохой переносимости опиоидных анальгетиков. Но я не буду остановиться подробно на принципах лечения хронического болевого синдрома. Мы знаем, что это ступенчатый подбор анальгетиков, индивидуальный подбор доз анальгетиков по наровставящей, обязательно прием по часам, а не по требованию больного, но и активное применение адювантов, которые в большей части помогают нам купировать невропатический компонент боли. Ну и вопрос для обсуждения. Пациент на химиотерапии, страдающий от боли 8 баллов, начал получать лечение тафалгином. Боль была оккупирована, чувствует легкую тошноту. Как трактовать? Тошнота на фоне химиотерапии, сезонная рвота, перемежающаяся хромота, отек мозга. Наверное, встанет вопрос о сезонной рвоте. Сезонная рвота, это рота, связанная с какими-то инфекциями. Ну, как правило, это рота вирусная, то есть это зимний сезон. Как бы вот такое. Ваш ответ. Еще немного сил, поднимаем карточки. Я понимаю, что мы все утомились, но тем не менее. Да, на самом деле. Поддержим нашего докладчика. Да, на самом деле, как бы абсолютно верно, да, очень простой ответ. Как бы действительно, тошнота на фоне химиотерапии. А ну давайте послушаем, что нам сказал наш искусственный интеллект. Так. Что-то я тут запуталась. Нет, он сказал. В данном случае, тошнота может быть побочным эффектом химиотерапии. Рекомендуется обратиться к врачу, который проводил лечение, чтобы он оценил состояние пациента и назначил необходимые меры для снижения тошноты и улучшения общего состояния. Отек мозга и перемежающаяся хромота не связаны с лечением тофалгином и могут требовать отдельного обследования и лечения. Сезонная рвота обычно связана с определенными временными факторами и может быть предотвращена соответствующими мерами. Ну да, как бы абсолютно правильно ответили все коллеги. То есть действительно тошнота на фоне химиотерапии не имеет никакого отношения ни к сезону, ни к перемежающей хромотеп, при которой вообще не бывает ее в принципе. Ну и спасибо всем за внимание, готовы ответить на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok